Сегодня мы поговорим о том, как развивается транспортная сеть в городе Владивостоке, особенно того транспорта, на котором ездят пассажиры, то есть общественного транспорта. И для этих целей мы пригласили из администрации города первого заместителя главы администрации Константина Анатольевича Лободу. Константин Анатольевич человек, известный в городе и в крае, но не очень любящий говорить в микрофон, потому что он боится, что каждое его слово на вес золота, и это правда. Поэтому я сейчас этот разговор начну, и дай Бог с Божьей помощью мы из него всю нужную информацию вытащим. Ну, первое и самое важное, чтобы нам с чего толкнуться, вы шесть лет в администрации, да, в городе Владивостоке? Да, я работаю. Шесть лет. А с 2008 года, конечно, когда вот пришел Игорь Сергеевич Пушкарев, ситуация, видите, на дорогах города очень сильно изменилась. Давайте просто посмотрим, вот и за ваше время, и за то время, что вы помните, в какую сторону изменилась. Я вам сразу скажу, что к лучшему. Автобусов стало больше, они стали новее, чище, и движения почти приличные. Ну, а ваша оценка? Вот что было, что стало? Ну, вы, безусловно, правы в том, что кардинальные изменения в лучшую сторону имеют место быть. Это отражает и жители города, это и видимых в своей повседневной работе. А что значит отражают? Они звонят, говорят, нормально, или меньше стало жалоб? Вы знаете, первое, это стало жалоб меньше. Конечно, не как хотелось бы в два раза, например, снизить этот поток, но жалоб стало меньше. Хорошо. И появились даже благодарности в адрес компании. И даже благодарности. Отлично. Так, почему это произошло? Что сделала администрация города, чтобы донести здесь и порядок, и улучшить движение? Я считаю, что правильная позиция администрации заключается, первое, это в том, что произошло возобновление... Воссоздание, да, муниципального транспорта. Надо сказать, что воссоздание муниципального транспорта, это определенный был толчок для перевозчиков, которые занимались данным видом деятельности. Они поняли, что... Появился серьезный игрок. Появился игрок на рынке, с которым необходимо считаться, и который задал определенный тон для остальных участников этого процесса. Я просто сейчас напомню радиослушателям, особенно те, которые давно живут в Владивостоке, что в какой-то момент мы все считали, да, наверное, и власти считали, что весь транспорт нужно отдать частным перевозчикам. И невидимая рука рынка заставит сделать так, чтобы эти перевозчики покупали новые машины, чтобы машины ходили по расписанию, и чтобы водители были безупречны. Ну, вот опыт таких перевозок и при Копылове, и при Николаеве показал, что, к сожалению, этого не произошло. И в какой-то момент Игорь Сергеевич Пушкарев решил, да нет, давайте попробуем ввести такого серьезного игрока, как муниципальный транспортный парк. И тогда были закуплены автобусы. Были приобретены автобусы, да. Сначала это были автобусы российского производства. Это штук 10, да, их? Порядка 10 штук. Это, по-моему, был 2009 год, когда они были приобретены. Но, к сожалению, качество на тот момент... На тот момент наш ВИАС работал плохо, да. Родители сложности нашего рельефа, сложности наших дорог показали, что... Ну, что, за два года они разводились. ...лучший транспорт все-таки с определенной стороны Кореи. Подождите. Сначала ВИАС, потом... Потом были приобретены муниципалитетом МАНы. Не-не-не, корейцы появились. Ну, корейцы появились. Део, наверное, корейцы, да. Корейцы появились не только в муниципальном транспорте, но и... На дорогах. ...перевозчики стали обращать на это внимание и обновлять существенно подвижной состав. Да, и потом вдруг решили сказать, есть лучшие в мире автобусы шведские и немецкие. Давайте попробуем немецкие. Да, потом нами были приобретены МАНы, МАНы были приобретены в силу того, что к этому времени, это был 2012 год, открылся остров Русский, переехал практически в полном составе университет. Если бы один, три университета. Большой пассажиропоток. Это открытие и заселение микрорайона Снеговая Пать, которая и в настоящее время продолжает активно застраиваться и развиваться. И впоследствии приобретением администрации это были микроавтобусы Volkswagen Craft, которые практически в полном объеме у нас заполняют так называемые социальные маршруты. Это маршруты, которые связывают отдаленные микрорайоны, спальные микрорайоны города. Задача вывести до центральных дорог, до основных магистралей наших жителей, для того, чтобы они смогли тогда либо перестись на другой транспорт, либо зачастую маршруты заканчиваются в центре города и люди уже идут по своим делам на работу. Вы сказали очень важную вещь. То есть администрация города, поняв, что появляются два новых больших микрорайона, принципиально новых, это Снеговая Пать, там где раньше были склады ТОВ, оружейная и прочие боеприпасы, и остров Русский. Новые большие территории, освоенные, большое количество людей. И прежние перевозчики сказали, не, мы туда ездить не будем, большие плечи, непонятно что, особенно Русский остров, один мост, невыгодно. И какое-то время было, конечно, там ужасная толчая и давка. И вот тогда было принято очень важное, затратное, но стратегически верное решение создать или воссоздать муниципальный парк автобусов. И около ста было куплено автобусов тогда или уже больше? Нет, мы купили 52 МАНа и порядка ста микроавтобусов к Рафтеру. И хотя потом возникла странная претензия к администрации города, что администрация города вмешалась в рынок перевозок и повлияла на него не лучшим образом, но это отдельная тема. Получилось так, что появление новых больших современных автобусов повлияло и на другие компании, подрядчики? Конечно. Если не ошибаюсь, здесь дело в том, что администрация проводит торги, выставляя вот эти перевозки, маршруты. И она как раз изменила еще условия для тех, кто хочет на них работать. Чтобы автобусы были новые, чтобы был запас подвижного парка. Там что-то не 20-30, а может даже 50% вдруг кто-то отремонтировал. То есть это был один из лучших на моей памяти примеров, когда администрация решилась войти на рынок и сделала это очень эффективно и энергично. И результат был очень хороший. Вот о чем мы говорим сегодня. Да, действительно, мы перешли в правовое поле работы со всеми перевозчиками. В настоящее время вместе с нашим муниципальным предприятием на рынке 14 операторов, которые занимаются данным видом деятельности. У нас 91 маршрут на территории города. И ежедневно у нас выходит порядка 580-620 транспортных средств на линии. 91 маршрут всего. Из них муниципальный транспорт обслуживает 20-14? 19 маршрутов. 20 маршрутов. То есть это часть рынка, примерно пятая часть рынка. Определенная часть рынка. И еще раз хочу сказать, что львиная доля из этих маршрутов – это маршруты так называемые социальные. Это отдаленные территории, это спальные микрорайоны, где очень сильно чувствуется именно нагрузка на вывоз людей в микрорайонах. Утренние и вечерние пики, да? Нерегулярные. На протяжении ряда лет в наш адрес поступали предложения со стороны жителей города о открытии новых маршрутов, о их видоизменения. Отрабатывали и сейчас продолжаем отрабатывать. Смотрим, пытаемся эти предложения реализовывать. Так, например, с переносом поликлиники из микрорайона БАМ на Снеговую. Вот 95 маршрут у нас появился. Сейчас постараемся его работу более поставить на такой плотный поток. Именно для того, чтобы основная просьба от жителей была – это добраться до поликлиники. Резонно. Резонно. Еще раз. Значит, вы говорите очень так мягко – социальный маршрут. В условиях рынка это, говорится так, невыгодный маршрут. Ну, вы прогулы. Да. И я тоже сейчас стал вспоминать, когда первые автобусы стали ходить на Русский остров, их было мало, и народ там просто был в ужасе. Не приехать, не уехать. Пока не появилась серьезная городская компания. И при этом у нас в городе один из самых низких тарифов на проезд в автобусе. Очень низкий тариф. Может быть, нижайший. Я не знаю, может, там где-нибудь в Поволжье ниже есть. Сколько сейчас? 21 рубль? 21 рубль у нас проезд. Действительно, тариф оставляет, мягко говоря, желать лучшего. Это вы сейчас говорите, как чиновник администрации города или как со стороны бизнесменов? Сколько сейчас просят эти люди, которые занимаются автоперевозками? Они же регулярно говорят, давайте поднимем, давайте поднимем. Да, скольки нужно поднять? Ну, мы неоднократно проводим свой экономический анализ того тарифа, который необходим и который будет экономически обоснован. Есть реальные данные от компаний-перевозчиков. В настоящее время реальный тариф, это будет составлять порядка 30 рублей. 30 рублей. Сейчас он 21. Это означает, что город работает в убыток и на грани рентабельности работают те люди, которые занимаются пассажирскими перевозками. Так? К сожалению, это довольно крайняя и сложная ситуация, которая складывается. Поэтому... А давайте сделаем просто, давайте отпустим тариф, скажем, 30, мало, давайте 35, чтобы все автобусы были новые. Но я сейчас шучу, я потому что понимаю, что здесь даже тариф устанавливает не администрация города, а региональная энергетическая комиссия, да? Да, региональная энергетическая комиссия устанавливает тариф. Такая возможность отпустить тариф есть. Есть федеральный закон 220, который вступил в силы и уже действует. Но... Который позволяет перевозчикам устанавливать нерегулируемый тариф. Но здесь тоже есть очень большая проблема. И возможность социального взрыва... Да ладно? ...имеет место быть. Да, то есть... Поэтому мы пошли другим путем. У нас с каждой компанией заключен договор после проведения конкурса. Вы правы, когда сказали, что есть определенные критерии, которые компании должны... Ну да, соответственно. ...держивать, да. Давайте еще раз немножко тариф. Лично я считаю, что очень хорошо, что в городе низкий тариф. Очень хорошо, замечательно. Но это означает одну простую вещь. Город разоряется, содержа автобусные маршруты. Они не окупаются, а наоборот придет время, когда все скажут... Ну все, мы не можем купить новый автобус. И я не знаю, что, конечно, происходит с рентабельностью частных перевозчиков. Рентабельность, видимо, минимальная. И они выжимают все соки и из людей, которые там работают, и из подвижного состава. То есть из автобуса. Это неправильная ситуация, мне кажется. Нигде в крупных городах не стоит так дешево проезд. В Хабаровске дороже, в Москве выше, в Петербурге намного выше. Я понимаю, что вот я хорошо помню, сколько Игорь Сергеевич Пушкалев каждый раз говорит, нет, мы сцепив зубы будем его держать. Ну, держите, молодцы. Но в какой-то момент все-таки нужно шаг за шагом идти вслед за экономикой. Конечно. Это та деятельность, любая та деятельность, это предпринимательство. Хоть этим занимаются муниципальные предприятия, хоть частные лица, частные компании. Экономика все равно скажет о себе. И тревожные звонки того, что мы в дальнейшем не сможем поддерживать этот автопарк и выдерживать графики, конечно, существуют. Поэтому я считаю, что нам необходимо в настоящее время серьезно обращать внимание о том, чтобы тариф плавно, может быть плавно, но переходил шаг за шагом, более поэтапно в сторону экономически обоснованного. Да, хотя бы, чтобы себестоимость окупалась и была небольшая прибыль. Вот вы сказали слово социальный взрыв. Конечно, любая власть, особенно власть, которая избирается, она опирается на мнение людей и избирателей. Вот у нас в городе очень многие, то есть мое поколение хорошо помнит, как появлялись троллейбусы, а трамвай один из старейших в России был в Владивостоке. А трамвайная линия всего осталась одна, да? Она ходит вот между Баляево и Сахаринским. И я с удивлением прочитал, что есть целая социальная группа в социальных сетях Facebook, где говорят, мы за возрождение трамвая, давай трамвай назад. Я бы хотел у них спросить, а они знают, что трамвай в 2-3-4 раза дороже, чем просто автобус? Поддержание в порядке путей. Подвижной состав, то есть вагон стоит в 3 раза дороже. Электроэнергия. Плюс затраты на электроэнергию. Плюс содержание этого депо трамвайного в 40 раз дороже, чем простой гараж для автобуса. То есть хорошо мечтать, но если с людьми разговаривать, им объяснять, что это, к сожалению, невозможно, люди, я думаю, поймут. А почему люди думают, что трамвай был хорошо? Потому что, наверное, вы тоже помните. Сколько стоил проезд трамвая? Когда-то, да, все это стоило копейки. Три копейки. В автобусе это было пять, трамвай три. А киловатт-час... Даже на то время. Киловатт-час, сейчас я скажу, стоил, по-моему, четыре копейки для всех людей и две копейки для людей, которые живут в квартирах, где есть электроплиты. Тогда вот по тем соотношениям киловатт-часа и стоимости трамвайного билета, наоборот, трамвайный билет был очень дорогой. Вы сколько там платите за электроэнергию дома? И вдруг один проезд, примерно такая же стоимость. А сейчас, к сожалению, себестоимость, она невероятная. И мы можем сколько угодно говорить, да, давайте возродим трамвай, но экономика города говорит, что на нашем рельефе, в нынешних условиях, пока о трамвае, наверное, нужно забыть. Тем не менее, администрация же сдержит этот маршрут? Этот маршрут мы держим. Он, я считаю, необходим. И держать будем его. Держать будем, да. Прямо какие-то окопы Сталинграда. Ну вот, сейчас вы, наверное, проезжали здесь по Народному проспекту, идет большой ремонт дороги. И я вижу, что те трамвайные пути, которые были замурованы, ведь, наверное, уже пять без движения, наконец-то их оттуда убрали, и будет нормальная дорога, но, к сожалению, для автобуса. То есть, нынешний момент развития города и экономики города говорит, что сейчас, вот на данном этапе, автобус – это оптимальное средство передвижения. Хотя, конечно, он в чем-то проигрывает по ряду параметров любому электрическому виду транспорта. Так ведь? Вот если говорить о сложившихся обстоятельствах, я считаю, что, принимая во внимание рельеф и ту существующую улично-дорожную сеть, и не надо быть здесь мечтателем в настоящее время, безусловно. Вот если трамвай отдать в Спаск? А если отдать в Уссуриск? Или в Уссуриск? Да. Вот там… Эффект, конечно, будет, я думаю, там значительно больше, потому что, опять же, этот трафик транспортный, который мы имеем, показывает, что он будет только увеличиваться. Ну, вот сейчас мы уже говорили с Межоновым, который исполняет обязанности города Владивостока, вот так же он сидел напротив меня в этой студии, что один из любопытных проектов предлагают японцы по изменению или улучшению дорожно-транспортной сети и, в частности, пассажирских перевозок. Им это, конечно, легко предлагать. Со стороны этих проектов предлагается масса. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Вот ваша оценка, человекоопытного и серьезного. Ну, я считаю, что та работа, которая проводится сейчас моими коллегами в администрации в лице управления дорог и благоустройства, управления градостроительством, архитектурой совместно с японскими коллегами принесет нам определенные плоды. Как это красиво, как дипломатично все это завернули. Мы пришли и заинтересовались сложившейся ситуацией. Мы видим интерес с их стороны, видим объективные реалии, которые возможны. Я думаю, что на протяжении двух-трех месяцев этой плодотворной работы мы все-таки получим некий продукт, который будет реализован на наших дорогах. Это, в первую очередь, безопасность дорожного движения и уменьшение транспортных заторов – это основная проблема. И здесь же одновременно улучшится ситуация и транспортного обеспечения, транспортных перевозок пассажиров. Это взаимосвязанные вещи. Конечно, конечно. Поэтому работа идет, и вот здесь будем надеяться только на лучшее. Буквально осталось полтора месяца, и в сентябре эти проекты будут презентованы на втором восточном экономическом форуме, где будет и премьер-министр Японии, и президент Южной Кореи, и президент нашей страны. И там уже появятся более-менее какие-то конкретные варианты предложений. Да, те варианты, которые, безусловно, необходимо будет выдать на суд общественности, посмотреть. Здесь, я думаю, общественное мнение необходимо учесть. И мы это будем делать. И дальше идет вопрос реализации этих проектов на территории нашего города. Да, и тогда еще вот я хочу вас уточнить вот о чем. Если я не ошибаюсь, но по вашим словам, на этом же форуме будет презентован еще один проект по внедрению автоматизированной платежной системы. То, что тут называется везде единый проездной для города Владивосток. Насколько я помню, в Владивостоке было ряд попыток создать такие проекты. Вот один из славных банков нашего города и края пытался это сделать. Была карточка «Дельфин», но какое-то время они поработали, потом с рынка ушли. Расскажите, пожалуйста, это очень интересный проект. О нем никто не знает, кроме меня, потому что я с вами говорил перед эфиром. А это очень интересно. Ну, немного не так, никто не знает. Ну, я имею в виду простых людей. Нет, это определенное видоизменение той нашей работы, которая ведется с корейскими партнерами по внедрению безналичной системы, отплаты проезда. Речь идет о том, что, посмотрев опять же на наши объективные реалии, те проблемы, которые имеются при перевозках, та система так называемых кэшбоксов, которые мы тестировали на протяжении 4 месяцев, установив на наших автобусах муниципального предприятия, прошла кардинальная работа по изменению программного обеспечения. И я надеюсь, что корейская сторона успеет до форума поставить ряд кэшбоксов на наши транспортные средства уже, ну, так называемые, с новой головой. Та новая программа, она должна значительно упростить и улучшить безналичную систему. Но кэшбокс означает, что можно будет и тут купить билет, да? Да, система есть разная. Кэшбокс означает, что можно будет рассчитаться как наличными, так и безналичными. То есть не отдать на стойку перед водителем, чтобы он насчитал сдать, а только через кассу. Это серьезная проблема, опросы показывают, или исследования показывают, что примерно четверть денег не доходит либо до хозяина автопредприятия, либо до муниципального предприятия, потому что оно теряется на пути от пассажира к водителю. Такая проблема имеет место быть, к сожалению. И, наверное, та борьба, которая идет и в автотранспортных предприятиях, это и видеорегистраторы, это и система учета, которая, ну, есть те моменты, которые могут показать на эту проблему. Но с введением данной системы электронной, конечно, вопрос с воровством, я думаю, будет полностью снят. Ну, к сожалению, да, здесь такое слово воровство, хотя водитель думает, что это он зарабатывает себе. Да, мошенничество. Здесь просто интересный момент. Я знаю одного хозяина автобусного предприятия, который устал бороться с своими водителями, но невозможно. То есть, с одной стороны, он не так много им платит, и они, конечно, считают, что они вправе взять мелочь у людей. Компенсировать. Да, компенсировать, чтобы у них был нормальный доход. И он сейчас дошел до того, что говорит, ладно, вот делайте, что хотите, но при этом вы должны мне там в день, либо в месяц определенную сумму отдать в мой бюджет. А все, что выше, это вот ваш заработок. И вот на этом они сейчас договорились. И, конечно, если появится серьезная современная система вот такого безналичной оплаты, я думаю, что это будет еще одно революционное изменение на рынке пассажирских перевозок. Просто грандиозное. Мы не замечаем, насколько это важно, или замечаем, когда приезжаем в другие города. Согласен с вами полностью. Реализовываются эти проекты. И если говорить о том, что мы работаем на базе ВПАПАТа с нашими корейскими коллегами, то сейчас довольно серьезный интерес появился и со стороны российских банков. Ага, то есть они тоже решили попробовать. Да, конечно. Поэтому, еще раз повторяю, у нас 91 маршрут, порядка 600 автобусов выходит каждый день. И посмотреть разные программные продукты. А вы хотите даже так сравнить? Конечно. Конечно. Интересно будет. И рынок может выбрать. А вы уже сами эту карточку видели? Живьем. Что это на себе представляет? Это обыкновенная карточка. То есть магнитная карта. Да, в первоначальном проекте. Сейчас, говорю, произошли изменения, которые не будут видны глазу людей. Многие пассажиры видели их в автобусах, которые ездили на 15 маршруте, пользовались. Практически видоизменения этого кэшбокса не произойдет. Произойдет именно изменение начинки. Да. Я даже помню момент, когда в нашем городе один из наших мэров сказал, нет, пускай все ездят бесплатно, потому что я устал бороться с водителями. Мне невыгодно собирать деньги, держать кондукторов и потом инкассировать это все. Пускай ездят бесплатно. То есть вот эта проблема настолько серьезная. Константин Анатольевич, я еще хочу вот о чем сказать. Мы забыли, вы, наверное, тоже забыли, что у нас был морской трамвайчик. И последние годы, к сожалению, вот так сложилась экономика края и города, что, по-моему, не осталось общественных пассажирских перевозок морем. Вот так оно случилось. Когда построили мост, сказали, все, по мосту будем ездить везде и на русский, куда угодно. Я услышал ваш вопрос, совершенно не забыл, поверьте, потому что проблема действительно имеет место быть. Если мы выполняем регулярные рейсы и обеспечиваем жителей Попова, Песчаного и Рейники в летний период, Попова круглогодично, то с русским мы имеем очень большую проблему. Да, действительно появился мост, да, действительно произошли определенные события, когда компания-оператор, занимающаяся этими перевозками, ушла. У нас, к сожалению, не было денег это поддержать и датируя автомобильный транспорт и морской. Но сейчас мы видим, что, к сожалению, эта проблема до конца не решена. И вот сейчас мы пытаемся сделать такой некий симбиоз. Немного, конечно, мы забегаем вперед, но я считаю, что будем рассматривать вопросы в ближайшее время. Может быть, в этом году мы не реализуем, но, тем не менее, экономику мы рассчитаем полностью. Это движение от подножья на канал с восстановлением... То есть, там будет ходить рейсовая баржа, да? Да, это будет море, но это будет не паром, это будет не баржа, но это будет судно, которое будет обеспечивать безопасность перевозки. На барже нельзя, паром там не пойдет. Я бы шутил, да, да. Ну, да, вы правы. То есть, это будет морская половина пути составляющая. Хорошо. А далее это будет вывоз с канала людей. Там асфатированная дорога. То есть, мы проходим вот этот вот этап. Конечно, для нас это будет ноу-хау, но я думаю, это вот по примеру, например, Крыма, как единый билет, когда едут через Кепчинскую переправу. Да, ну, там, конечно, не внутрикородская перевозка, которая сделана, но, тем не менее. Потому что можно понять у людей о том, что проезд на протяжении такого времени по такой дороге, ну, оставляет желать лучшего. Да не те слова. Значит, ну, вы сказали чрезвычайно важную вещь. Просто люди тоже об этом не задумываются, и я сейчас тоже открыл рот. То есть, получилась такая противоречивая, непонятная, но интересная ситуация, когда строительство моста увеличило транспортные расходы администрации города. То есть, и них стало хватать денег не на морские перевозки отдельно, которые раньше были оплачивать этому подрядчику, и еще содержать в порядке ту дорогу, которая вот частично асфатирована до середины, до третьей русского острова. А дальше там, конечно, брусовщая дорога. Да, вопрос даже не то, что содержание, а доставки людей. И еще автобусы поставить. Да, это территория городская, никуда мы не денемся и не собираемся. От решения данного полномочия оно возложено на нас. Ну, вот говорю, как один из таких вот альтернативных способов передвижения. Он резонный, он мне нравится. Он, безусловно, здесь речь не будет стоять о 21 рубле, это будет совершенно другая сумма. Но здесь надо будет делать расчеты, здесь принимать возможности бюджета и отрабатывать этот вопрос. А вы сами ездили на автобусе на русских? Я на русском, я минимум бываю раз в неделю. На автобусе? На автобусе ездил, да. Сколько времени занимает дорога? Чуть ли не два часа. Это же ужасно, правда. Это ужасно, да. Это ужасно, это сложно. Это, наверное, вот самая такая головная боль, которая с удаленностью территории имеет место быть. И с одной стороны мы говорим мост, мост, замечательный, красивый, роскошный мост на русский остров. Теперь в любой момент вы можете приехать домой на русский и выясняется, что минимум два часа. Есть почти час по ужасной дороге. Мы говорим о отдаленных территориях, подножья и далее, но тем не менее, да. Во многих городах, морских городах, конечно, богатых городах, администрация может себе позволить содержать даже бесплатные перевозки, то, что называется ферри. То есть такие вот городские паромы, все скажут Нью-Йорк, Амстердам, там даже берет не нужен, это уже все оплачено, перевозчику гарантированное бюджетное вливание. А у нас, конечно, когда исчезла сначала просто переправа через Золотой Рог, да, вот на ту сторону, потом переправа на русский остров, на каком-нибудь хорошем судне, оказалось, что 20 минут морем все-таки лучше, чем два часа по суше. И люди вот начали говорить, верните нам, верните, отдайте нам назад этого перевозчика, а перевозчика уже как такового нет. Ну, здесь еще раз повторюсь, это нужен очень точный, обоснованный расчет, но то, что мы подходим к решению данного вопроса, это... А кто-то сам инициативно сказал, давайте я вам помогу эту проблему решить, у меня есть... Вы знаете, мы просто большое внимание уделяем обращениям граждан, и понимаем, что эта проблема, к сожалению, имеет место быть, и в ближайшее время Дорога на остров Русский, даже если и станет лучше, когда мы решим вопрос министерствам обороны, когда нам земля будет передана по длинным сооружениям в полном объеме, и мы сможем по имеющемуся проекту сделать полноценную автомобильную асфальтированную дорогу На русском проблема, вернее, необходимость такого короткого плеча все равно будет оставаться. Там без асфальта сколько километров, по вашим данным, до подножья вот с этого участка, километров 30? Порядка 30-28, кажется Весь Владивосток до Артема, это невероятно, это же съест, наверное, весь бюджет строительный города Владивосток Ну, здесь мы рассчитываем на помощь вышестоящих бюджетов, это, безусловно, это серьезное мероприятие, поэтому здесь говорить возможно только в рамках какой-то либо... Ну, вот федеральный бюджет тянул, тянул по-русскому, устал, сказал, хватит, и остановился как раз, не доезжая фортов, и сейчас новый парк «Патриот» на месте брошенской батареи Есть, понятно всем, что и концепция развития острова Русский, и дальнейшее внимание со стороны правительства Российской Федерации к нашей территории, я думаю, что совместно эта проблема большая Да, сейчас, конечно, эти концепции развития острова Русский есть, еще раз я просто повторю для радиослушателей, что город не в силах эту дорогу построить, только подумайте, почти 30 километров с лишним, это огромная новая трасса, а вот попытаться найти возможность восстановить плечо морское хотя бы через Новик, но там пирс разбит ужасно, там последние 200 метров ужасные по каналу Здесь необходимо выполнить мероприятие, но это реально, я говорю, потому что судно будет Это уже в планах есть или пока обсуждается? Вот это сейчас реально экономически оценивается То есть идут расчеты, да? Да Вот там частный подрядчик готов вложиться в Русский, и он хочет, чтобы им положили деньги Давайте не будем забегать вперед, это не один подрядчик, есть лица, которые в реализации данного проекта заинтересованы Безусловно, здесь будет средство и местного бюджета Интересно Просто выполнить коммерческую перевозку, но мы опять упрямимся в какую-то космическую цену Конечно, конечно Тогда я еще спрошу тоже, если мы говорим о перспективах и возможных проектах У нас фуникулер, он наша достопримечательность, но при этом это транспортное средство А может быть еще целый ряд фуникулеров нужно строить в городе Владивостоке? Опять-таки сошлись на другие богатые города, особенно зарубежные Там, ну, даже Гонконг, там есть и фуникулеры, и канатные дороги И такие даже самобеглые дорожки идут наверх на их сопки Для нас это реально или нереально? Ведь же был проект канатных дорог при одном из наших глав администраций Ну, тогда рассматривался вопрос либо канатной дороги, либо эта фантазия о том, чтобы был мост через Золотой Рог Мост через Золотой Рог уже не фантазия, это уже та реальность, которой мы пользуемся регулярно И канатная дорога здесь, я считаю, это, конечно, как элемент привлечения туризма Как и в настоящее время фуникулер Да, пользуются люди, но значительно меньше, когда ушли студенты Значительно меньше И здесь вот как один из такой изюминки города Приведение его в нормальное соответствие Это работа именно для выстраивания с туристическими компаниями Одного из элементов маршрута Да, поэтому это тоже, ну вот вы задаете те вопросы, которые Которые решаются ежедневно? Нет, не решаются, которые понятны нам, обсуждаются И уже говорю, обсуждаются на уровне определенных таких расчетов, взаимодействий Ну, конечно, и все простые люди могут сказать Да мы сейчас можем предложить массу советов, как улучшить движение в городе Владивостоке И будут правы, они забывают об одном, деньги Деньги, бюджет, кто это будет делать, за какие средства Другие виды наземного транспорта Скоростной трамвай Если я лично уже похоронил старый наш трамвайчик, потому что он не выгоден Скоростной трамвай По выделенным линиям По выделенным линиям, то есть не задействуя существующую уличную дорожную сеть Те варианты, которые рассмотрелись от корабельной набережной до луговой По железнодорожным путям, по этим самым? По железнодорожной ветке в этом районе В этом районе Ну, вот здесь вот у нас есть дальзавод, это закрытая территория Ну, тем не менее, вот это как один из таких вот элементов Ну, и надо не забывать о том, что у нас существует еще и такой вид электротранспорта, как троллейбус И я надеюсь, что все-таки, когда на арене фетисов будет восстановлено полноценное кольцо разворотное Оно там должно быть? Оно там планировалось изначально при строительстве То есть перенести с океанского кольца Разворот, чтобы был конечный разворот То речь о возрождении имеющегося маршрута от дома физкультуры до фетисов Он имеет место быть Это позволит тогда нам видоизменить расписание движений, количество маршрутов и транспортных средств на маршрутах автобусов То есть это те вопросы, которые, может быть, не завтрашнего дня, не секундные, но они реальные к реализации Ну да, все цепляется одно за одно Поскольку партизанский проспект забит просто обычными легковыми машинами Тогда даже можно поставить в 10 раз больше автобусов, они будут стоять в пробке И появление еще одного маршрута не решит То есть все должно решаться в компасе Конечно, я не знаю, что там предложит такого умного японца с своим проектом улучшения дорожной сети Дорога-то больше не стала в городе, разве что? Ну, тем не менее, посмотрим Я еще раз хочу повторить, что от работы вот этой совместной группы Мы все-таки ждем какой-то вот такого Вдруг со стороны еще увидится Положительного результата Да, вполне возможно и таким образом, что свежий взгляд на сложившуюся ситуацию Чрезвычайно интересно, вы рассказали, что возможно возобновление морского плеча с подножья до канала И дальше по асфальтированной дороге И вот какой интересный момент А что вообще у нас происходит с развитием дорожной сети в тех условиях, когда город стоит на сопках? Мы же не можем взять и взлететь, хотя всякие бывают дурацкие маршруты А вот те железные дороги, которые есть для движения железнодорожных составов Тоже один из наших глав администрации Фамилия его помню, Черепков Одно время сказал Да город пронизан сетью железных дорог Давайте их использовать И какое-то время электричка городская ходила и, видимо, решала какие-то проблемы Этот момент рассматривается, нет? Мы рассматривали вместе с РАОЖД движение, продление электрички до Токаревской кошки Оооо, по Эгершельт, да? Затратный, да Действительно, затратный вариант Но, тем не менее, нельзя сказать, что он не имеет места быть Мы сейчас все прекрасно видим, каким образом застраивается Как застраивается Эгершельт И то, что, к сожалению, та одна дорога, она уже и сейчас с трудом справляется А то жилье, которое возведено А там строится, строится, строится И вот, если говорить о совместных таких рабочих проработках с железной дорогой То вот рассматривался этот вариант Да, затраты тоже немаленькие Но, тем не менее, определенные интересы Да, но здесь, конечно, всегда получается Вот муниципалитет говорит, давайте рассмотрим возможности А железной дороги говорит, а сколько вы нам за это заплатите денег? Да, здесь еще вопрос о том, что реализация данного проекта Возможно только с финансированием с двух сторон Не знаю, но вот вы, когда приехали в Владивосток после Спаска Что сказали о местных дорогах? Об уборке снега на их, о том, что нужно их, собственно, посыпать тут же Лучше, быстрее, но, тем не менее Но это дополнительные расходы Безусловно, мы опять возвращаемся к тому, что на многие ваши вопросы у нас есть ответ Но во главу у вас всегда ставится экономическая составляющая, финансы А вы сказали, что сейчас стало жалоб меньше, да, на движение пассажирского транспорта? На работу пассажирского транспорта жалоб стало меньше И я хочу сказать, в каком направлении Когда-то это была и громкая музыка, и курение за рулем Сейчас наш основной бич, это, к сожалению, это работа в вечернее время Это выдерживание графиков Ну и, к сожалению, есть хамское отношение со стороны водителя Последние случаи просто, конечно, заставили управление транспорта Очень серьезно заняться этим вопросом с компаниями, перевозчиками, с руководством Так, и вы хотели огласить телефона, по которым публике можно звонить Просто напомните им, чтобы они могли что-то сообщить Да, я хотел бы в окончании нашей беседы напомнить Напомнить, либо, кто не знал Это два телефона, по которым, возможно, и нужно обращаться По всем вопросам, которые касаются транспорта Это 2-614-334, это управление транспортом в рабочее время с 8 до 17 А второй телефон, это телефон нашей диспетчерской службы, которая работает в круглосуточном режиме Это 2-605-252 Да, спасибо Первый замглавы администрации города Владивостока Константин Атольевич Лобада был с нами Всего доброго, до новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова